На прошлом уроке закончили разбор первого правила из четырех. Дальше говорит шейх Мухаммад ибн Абдул-Архаб Ан-Нажди. Второе правило. То, что мушрики говорят. Что значит то, что мушрики говорят? Имеется ввиду, что шейх Ан-Нажди в первом правиле разъяснил идеологию многобожников относительно Всевышнего Аллаха. Теперь объясняет идеологию многобожников относительно их божеств. Для чего это надо? Потому что многобожие состоит из чего? Из двух сторон, так или нет. Отношение многобожников к Аллаху и к их божествам. И чтобы понять, что такое многобожие, нужно разобрать эти две платформы. Так вот, говорит второе правило, то, что мушрики говорят. Мада авнамум вата ваджахна илейхим, илля ли талибил хурба ва шафаа. Мы их призываем. То есть кого? Наших божеств. То есть так? Мы их призываем. Вата ваджахна илейхим и направляемся к ним. Илля ли талибил хурба ва шафаа. Только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху. И для того, чтобы они заступили за нас перед Аллахом. Нуриду мин Аллах. Ля минхум. На самом деле мы хотим от Аллаха, а не от них. То есть окончательная цель у нас какая конечная цель? Всевышний Аллах, а не они. Но посредством их заступничества, вот такарруби илейхим, это не очень правильно. У вас такая же носка, так вот. С носки приходят как? Правильно сказать, вот такарруби илля Аллах бихим. Вот такарруби илля Аллах бихим. То есть мы хотим, в конечном счете, от Аллаха, а не от них. Но посредством их заступничества и посредством приближения к Аллаху через них. И посредством приближения к Аллаху через них. Ясно или нет? Говорит. Фадалилюн Курбатикаулиху Та'ала. Говорит шейханнаджи. И довод на то, что хотят они от своих божеств всего лишь приближения к Аллаху. Слова Всевышнего Аллаха. Валлазинат тахазу миндунихи аулия. А те, которые взяли кроме Аллаха себе покровителей. То есть взяли себе божеств кроме Аллаха. Говорят. Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху поближе. Это понятно или нет? Говорит. А довод на то, что хотят они от своих божеств всего лишь заступничества перед Аллахом. Чтобы они заступились за них перед Аллахом. Это слова Всевышнего. И вместе с этим они поклоняются наряду с Аллахом тем, которые не приносят им ни вреда, ни пользы. А для чего тогда они им поклоняются, раз ни вреда, ни пользы не приносят? Скажи, неужели вы хотите сообщить Аллаху то, чего не знает он в небесах или на земле? Субхана Хуата Аля Амма и Шрикон. Пресвят он и возвышен от того, что они предаются товарищам. На этом закончим что? Чтение контекста или слов шейха Аннаджи. И тут есть сноска шейха Аббал Аббаса. Шейха говорит то, что в одной из рукописей еще добавка приходит. То, что шейха Аннаджи говорит, И если ты понял этот вопрос и утвердился, То, что неверующие знают эти три платформы и подтверждают их. Какая первая платформа? То, что никто не творит, и никто не кормит, и никто не унижает, и никто не возвышает, и никто не управляет делами, кроме одного Всевышнего Аллаха, и нет у него в этом сотоварищей. То есть неверующие это что? Подтверждают из многобожников. Астание вторая платформа? То, что они пытаются приблизиться к Аллаху посредством ангелов и пророков. А почему через них? Потому что они близко находятся к Аллаху и были праведными. Восставится и третья платформа. То, что они подтверждают. То, что польза и вред только в руках Аллаха. Но они желают от этих ангелов, от этих пророков, чтобы они приблизили их к Аллаху и заступились за них перед Аллахом. Говорит Фатадаббар Газа, поразмышляя над этими тремя вещами, Тадаббуран Джейдидан, как следует, И вспоминай про это, что час от часу. То есть постоянно вспоминай про эти вещи. Как же мало тех людей, которые живут на земле, из тех, которые понимают эти вещи. То есть сколько мусульман на земле живет, но мало из них, кто понимает вот эти три вещи. Особенно те, которые заявляют, что они обладают знанием. Вот теперь что, приступаем к разъяснению слов Мухаммад Ибн Абдуллах.